Алло. Добрый день. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас я свет включу. У меня тут свет выключенный. Там, а то в той комнате детишка маленький спит. Сейчас, подождите минуточку, пожалуйста. Да, видно его. Ну, видно меня? Так, минутку. Что-то у вас сильно свет освещает. Вот так, ладно, вот так. Вот никуда не выходите. Так, говорите, кто вы, откуда и как вас звать? Так, меня зовут Алексей. Вот, я в данное время проживаю с супругой в Светогорске. Это какая область? В Санкт-Петербургской, это самое. Да, дальше. На границе с Финляндией. Но сам я проживаю в Финляндии. Вы сейчас в Финляндии? Нет, сейчас я в Светогорске. Вот, я как бы езжу туда-сюда, вот. Потому что моя семья здесь, и я вынужден как бы ездить туда, отмечаться и все прочее. И такое, как бы, такая ситуация у нас, что ей не дают право туда въехать пока. Вот, и мне приходится на два фронта работать, и там, и здесь. Мы с вами не встречались ни разу. Нет, 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 я вот... Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Ну, не против. Так, скажите дальше, как вы нас нашли-то? Ну, я как это самое, вот, сделал страничку «Контакт», и как бы часто очень смотрю духовные передачи по Ютубу, вот, разных батюшек, монахов, вот это все посвящение, все это мне нравится. Я надеюсь, пока я не рабочий, есть возможность ночью не поспать, наслаждаться духовной пищей. И вот я и, как бы, пользуюсь моментом, потому что работать, когда буду, уже надо спать ночью будет. Вот, и как-то вот ходил-ходил там в этом «Контакте» по друзьям, по знакомым, и как-то вот смотрю, вы там, ваша фотография вышла с голубями, ну, какой хороший дедушка, добрый. Надо посмотреть будет, что за дедушка в этом. Зашел, посмотрел, ну, думаю, о, как хорошо. Потом посмотрел, что у меня многие знакомые, ну, не многие, но вы у них в «Друзьях» в «Контакте». Ну, думаю, значит, можно в «Друзьях», то есть, ну, я тоже решил, как бы, у вас, вот, к вам обратиться в «Друзьях». Вот таким образом вышел на вас, но не слушал ваши, там, лекции, передачи, как бы, это самое, но я так очень осторожно ко всему отношусь, вот, и это самое. И потом вот как-то включил вчера, по-моему, ваш вот этот «Ютуб», которого в «Контакте» выслали, беседу вашу, передачу, так послушал, посмотрел. Ну, и сегодня как-то уже вышел на ваш форум, вот, там, пощелкал, пощелкал, пощелкал что-то, вышел на форум, нашел это видео всякие, думаю, дай-ка посмотрю, там, что за темы, вот, и, как бы, это самое, ну, интересно стало, это про Никиту, очень интересно, он меня так заинтересовал. Да, вот, ему большой привет от меня, Никита. Ты очень хороший инструмент в Божьих руках, понимаешь, Никита? Вот, и я очень так прям радовался за тебя и вот за вас, больше когда-то, что мне так это очень было, и смеялся, ну, не со зла, а вот от простоты, от души, вот, от радости такой, что так хорошо у вас все там получается. Ну, и начал смотреть, вот, и до сих пор сейчас смотрел вашу передачу, потом думаю, дайте-ка я вас на скайпе найду, мало ли чего, а что, пообщаться, это не грех, познакомиться тоже не грех, вот, и думаю, вот, и вы вышли на связи, как хорошо. Вот таким путем. А знаете, какое чудо-то самое главное? У меня мысль такая еще, ну, думаю, сейчас вас найду по скайпу, только вас нашел по скайпу, только послал заявку, смотрел продолжение передачи и слышу скайп, бульк-бульк, думаю, кто это там может быть ночью. Ночью мне никогда никто не звонит. Смотрю, вот вы, а у вас того же утра там, вот, у нас сколько сейчас? Три половины четвертого. Так я в трех часов на скайпе, потому что мне надо почту разобрать. Мы всегда встаем в 4.40, помолились, и после молитвы мы сразу утренний ролик готовим, за отчет за прошедший день нас так просят. Когда мы кончим говорить, то под скайпом я вам сброшу наши ресурсы. В контактах я не бываю, там модераторы работают, мне перехидывают. У меня там нет. Я работаю только на своих ресурсах, только на нашем mail.ru, на форуме и в ютубе. Я скину вам эти данные наши, вы увидите там сколько. Так, вы вот выше, фамилия там все такое говорите. За мной охотятся все время священники, потому что... Они на вас кинутся, кинутся, будут заливать грязью. Это ваш выбор будет. Но взамен они ничего дать не могут. Ну, я как бы, вы знаете, человек, я мирный. Как сказать, во мне много, как вам объяснить, много того, что мне не нравится, с чем я не согласен. Как вот по справедливости я всегда за добро, за мир. Что такое мир Божий? Чтобы все люди жили мирно, чтобы смогли снисходить друг к другу, как бы понимать друг друга. Ну, вот так как бы я. И, ну, познакомиться, пообщаться, я думаю, в этом нет ничего сложного. Хотя знаю, что такое гонение тоже. Когда тебя преследуют, гонят, когда ты всю жизнь видоватый. Ну, это наша человеческая такая грешная природа. Вот. Так вот я скажу. Я вижу, у вас глазок или что такое? Сильно плохое изображение ваше. Плохое, да? Да, совершенно, никудышное. Это знаете, что у меня тут ноутбук, камера плохая. Ну, ладно, вы потом посмотрите как-то. Оно просто расплыв, считай. Вот так маленько получше будет. Вот так. Да, вот так, да. Да, 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 вот так получше уже. Только вниз не уходите. Просто хорошо. У вас над головой большое пространство, а внизу нету. Да, да, вижу, вижу. А это в ноутбуке камера... Вы тогда головой старайтесь не шевелить, тогда оно как-то устанавливается. А так просто непонятно что. Даже не видно где-то. Да, да. Это просто она... Ага, хорошо. Так, всем я могу быть для вас полезен. Ну, просто хотел с вами побеседовать, как бы вот это... Послушал ваши, так посмотрел передачи и всё такое. Ну, вот обратно думаю. Ну, это моё личное, как бы такое-то мнение. Ну, вот думаю обратно. Какое-то ещё новое течение возрождается. Обратно что-то новое появляется обратно. Ну, на земле всегда всё новое. Как сказано, Господь творит всё новое. Понимаете? С одной стороны-то. Но думаю, ну, надо посмотреть, надо послушать. Как бы... Просто я сам по себе, ну, люблю добрых людей. Люблю мирных людей. Вот. Люблю это самое. Таких вот людей, которые на самом деле служат людям. Которые вот на самом деле стараются что-то для людей. И они мне... Старший возраст люблю. Бабушек, дедушек очень люблю. Ну, не знаю, вот так вложено в меня это. С детских лет такое. Вот. И как-то вот вышел вот с вами на связь. Думаю, надо пообщаться как-то, познакомиться поближе. Вот. И, ну, вот так. Как бы и сейчас мы с вами общаемся. Так, Льова, у нас вы ничего не услышите. Дело в том, что я отвечаю на вопросы. Я много вёл занятия в университетах, радиопрограмм несколько вёл. Проехали мы с Благовестием от Владивостока до Лиссабона. Проехали всю Скандинавию. Скандинавию. Ещё в Прибалтику. То есть мы ездим в Благовестие. У меня вышло 38 книг из печати. 38 томов. Только в бумажном варианте. Не считая там ещё 7 томов, которые стоят там. Это не просто маленькие книги. Там по 750 страниц книги. Это огромный-огромный материал. Я работаю над этим уже 53 года непрерывно. Я начальник детского лагеря православного. Основатель его. 44 года. Мы были единственные в Советском Союзе. С нуля строим православную деревню. Я вам всё это скину. Вы сразу посмотрите под скайпом. Поэтому, если у вас какие-то есть вопросы, то на вопросы я отвечаю не так, что там я что-то знаю или нет. Я просто показываю. Моего ничего нет. Первое. Что об этом говорит Святая Библия? Разве это моё? Я указываю места. Второе. Я говорю, что об этом говорят святые Вселенские Паврославные Соборы. Поместные. Это не моё? Это 719 правил. Дальше. Что об этом говорят жития святых? Это не моё? Это 1173 жития. И жития я беру в кавычки. Что взято от Дмитрия Ростовского? И третье. Четвёртое. Это творение святых отцов. Что об этом сказал Блаженный Филакт, Иоанн Заттаус, Василий Великий? Моего вообще ничего нет. И поэтому Андрей Кураев это увидел. Игнатий вообще ничего не говорит своёго. Он просто связывает это всё, забытое нами. Раскопал пласты, которые просто так отвергнуть нельзя. Если я говорю о мощах, о священстве, я ничего своёго не ищу. Я знаю, мы умрём, все на суд Божий предстанем. Поэтому я вот по четырём параметрам. В первую очередь предпочтение. Главное. Это Святая Библия. И как её понимали святые отцы? Потому что много сектантов, разные по-разному. А это с первого века, как понимали. Поэтому, чтобы это постичь, дать, у меня ушло полвека. Полвека. Ежедневно не менее десяти часов я занимался. Поэтому вы хорошо, что попались сюда. Но смотрите, будьте внимательны. Ну, я человек очень, да, внимательный, как бы, чрезмерно, наверное, внимательный. А это Володя у нас живёт. Володя, вот он. Ну, большой привет, Володя, вам тоже от меня. Рад тоже вас видеть. И это самое. Ну, просто, как бы, может быть, это во мне наболевшее что-то, знаете. Особенно вот про это сектанство всё. Я, как бы, очень всегда возмущаюсь сильно по поводу сектантов, потому что это всё уже наболевшие мозоли. По одной и той же ране ездят. Всё это самое, это вот проповеди Евангелия. Я же знаю, что в каждом доме сейчас есть Евангелие практически. Каждый, практически, человек слышал об Иисусе Христе. Это всё понятно. Теперь, как бы, ну, время совести для человеков, потому что, так как и сказано, что отступление будет. И отступят, и тут уж, как бы, ну, уж надо крепиться. Если Богом дано, чтобы ты был православным христианином до скончания дней, так ты останешься им. А если уж там как-то, как вот, допустим, Иуда Скариот, ну, такая участь постигла его, вот, как бы, ну, а что тут делать? Тут мы не виноваты, как вот люди, потому что мы все грешники, у кого, у разного, как бы, своя дорога, свой путь по-разному. Но я ещё раз говорю, что блаженны те, кто верует во Христа Господа нашего. Блаженны те, которые являются миротворцами в этой жизни, в этом хрупком, маленьком, немощном, больном мире. Потому что мы же все больные люди, мы же все грешники. И поэтому, как бы, естественно, нам нужно всем спасаться. Спасаться, вот, прежде всего, какой самый большой враг-то? Это я сам. Мы хотим какие-то пороки победить, а себя не можем победить никак. Вот, видите, как получается. И поэтому, вот, с смирением, милостью Божией, по милости Божией обретаем смирение, и через смирение, как бы, понемножечку, понемножечку мы, как бы, преображаемся. Где-то умнеем, где-то взрослеем. Падаем, спотыкаемся, уходим, обижаемся, гордимся. Вот, тщеславимся, и все прочее такое. Вот, и поэтому, как бы, ну, вот так вот. Это мои рассуждения, вся моя философия моего, можно сказать так, разума. Но единственное, что, вот, как бы, мне вот хочется в жизни, чтобы люди, на самом деле, сохраняли мир. Потому что мир, он превыше всякого человеческого ума. Мир Божий, это благодать, это то, что принес нам Христос, что принес нам наш дорогой, любимый Отец Небесный. Вот, он дал нам обетование, пришел Дух Святой, и сегодня Дух Святой он поучает, наставляет. Ведь мы часто вмешиваемся в судьбу человеческого народа, можно так, если сказать. Ну, как бы, вот, люди, люди, вмешиваемся, мы вторгаемся, мы хотим, да, доброе сделать, спасти. Но есть Духа Святого благодать, которая зрит над каждым и дает милость свою. Люди обращаются, идут в храмы, каются в грехах своих, осознают. Ведь совесть-то все-таки еще есть живая в нас. Вот, как бы, ну, я вот за добро, за мир, чтобы люди не ругались, чтобы люди не возносились друг при другом. Вот, я вот за это, как бы, против гордых, не люблю злых и гордых людей. Как бы, я их боюсь, стараюсь их стороной обходить, чтобы, как бы, это самое, ну, ни себе не повредить, ни людям не помешать. Вот, но, с другой стороны, все это инструмент Божий. Ведь не было бы гордости, не было бы покаяния, с другой стороны, не было бы зла и греха, не было бы милости Божьей для нас. Мы бы, не знаю, кем мы бы стояли, животными так, наверное, бы ходили, вот, как в Содоме и Гаморе. Вот, а Божья милость-то какая великая. Видите, как он каждого потихоньку, вот, сейчас с вами по скайпу говорю, тоже Божья милость, благодать. Как это хорошо, правда? Да. Вот через неделю примерно, может быть, один день там лишний, в этот ролик наш разговор будет выставлен. И вы посмотрите, еще раз проверите, поглядите, тем более я скину данные на наши ресурсы, а на сайте, на нашем, сайт, просто сайт, вы увидите, я просто верю в это, что равных ему нет в мировой сети. Сколько там всего? Там 50 книг моим голосом насчитаны, 50 книг. Библия, полностью Златоуз, полностью Жития, Добротолюбие, Иоанн Хронштадтский, Серафим Саровский, то есть, Игнатий Брянщининов, там вы все найдете на нашем сайте. И как только первая страница откроется, там написано для слова «Божья нетуз», это одна книга моя. Ее откроете, там она из одних документов, это большая книга, 750 страниц, и вы увидите, там моя биография от рождения, как я был в тюрьме, в тюрьмах за Слово Божие, как в лагере отбывал, какие пытки, что претерпел, сколько всего было, там все найдете, все документировано, это книга буквально из одних документов, как я был за границей, в Америке, где проповедовал, что было, отношения, властей, все там написано, это книга как срез истории, вот, как говорили у нас здесь, что говорят священники, архиереи, встречи мои с митрополитами, там, как я, у меня брат, он протеирей православной церкви, отец Иоаким, так что я миссионер православный, проповедник, в моем доме многие сектанты пришли, стали батюшками православия в московском патриархате, потому что православная, но мы относимся к зарубежной церкви по сегодняшний день, к русской православной зарубежной церкви, но это только, мы две общины остались, которые на всю Россию, но у нас очень хорошее отношение с местным митрополитом, митрополитом, епископом, они к нам в деревню приезжают, там, со своими хористами, служат у нас, нас ничто не разделяет, кроме греха, и поэтому тех, которые что-то против, каждый ответит сам за себя. Давид говорит, я мирный, но только заговорю, а они к войне. От нас это не зависит, я мирный, Христос ли не был мирный, а какая война против него была? Ну да, поэтому вот, батюшка, я придерживаюсь такого понятия, вот как бы страшно сказать, что ну так получать, что Бог нас учит, что будьте просты как голуби и мудры как змеи, будьте, то есть мудры как змеи, змея-то она очень осторожная, она же просто так не вылезет на дорогу, не подползет, не укусит тебя просто так, если ты как бы это самое, она там, где-то невидима, где-то осторожно, вот эта мудрость Божья нам дана как бы и обратно же для рассуждения, для нашего воспитания, для нашего духовного возрастания. В то же время как бы вот простота глубинная должна быть у нас, вот у вас там голуби, вы же знаете, что они там воркуют, воркуют, вот, вред-то никакой не несут они, вот, просто люди наблюдают, что это птица мира, вот, и это очень хорошо, мне это очень нравится. Вот, и хотел такой вопрос задать, если можно, как вот у вас там община, и вот вы там все говорили в передачах, мы никого не приглашаем, никого не зовем, но вот приезжайте там молодые, хорошие там, с семьями, с детьми, что было, это что у вас там, как вот просто мне бы интересно было знать, то тут мой друг один написал мне, что он на Алтай собирается уезжать, ну, думаю, это хорошее дело, да. Я отвечаю, я практик, не теоретик, практик не отвечаю, то есть я вижу, вот слово проблема я не употребляю, в моем лексиконе его нету, это иностранное слово, называется нерешенные вопросы, вместо этого слова. И вот, допустим, к примеру говорю, молодые люди ничего не знают о Боге, молодые люди-то вообще они там, что они знают, учатся? Ну, и разговор идет, а дальше нету. Я начинаю одновременно вести занятия в пяти университетах, полтора десятка школ, во всех отделах милиции, во всех воинских частях, то есть всюду и везде, на заводах, фабриках. Вот как в этом вопросе нерешенном мое участие будет. Дальше. Детей много приспризорных, как во время гражданской войны. Ну, все понимают это, бегут дети в подворотнях, что сделал? Ничего нет. И Господь позволил мне создать лагерь православный, единственный в Советском Союзе. Сколько нападок было. Мы все волонтеры, бесплатно работаем. Это ни день, ни два, а 44 года. И все это описано. Снятые фильмы. Это не просто фильмы о нас, государственные фильмы. Фильм «Первое предчувствие» занимает первое место на международном киноконкурсе, документальные фильмы о православии. Первое на международном, это о чем говорит? Там и пископ, и митрополит, и они присваивают. Второе фильм снимает «Златоуст из Потеряевка». Это деревня Потеряевка. Это мое прозвище «Златоуст». И он занимает первое место в России. Такие награды не валяются на дороге. А там четыре фильма государственные. Это не видео. Вот с такими катушками приезжали, они там делали. Вот говорят. Разрушена деревня. 21 тысяча деревень разрушены. 21. Я говорю, а что сделали? А что сделаешь? Мы получаем статус, берем землю, наша бывшая деревня, и первая палатка. И сейчас там играются свадьбы, школа государственная. Первым делом храм построили. И какие правила? Может к нам попроситься. Мы никого не зовем, но даем знать о себе. Кто докажет, вот пять качеств, что он не лжет, не пьет спиртной, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первый разговор. И чтобы были средства, построите. Лучшего места для воспитания детей вообще нет на земле. Нет. Все верующие, учителя верующие. Все везде, как одна большая семья. То есть для детей лучшего места не найти. Но один еще человек не сделает. Вчера вот каждый день просятся, одинокие, я разведенный, а что ты сделаешь? Вот у меня приехал племянник здесь, так он специалист, у них шесть братьев, женатые. Племянники все уже там, говорится, на выдании. Ясно дело, силой построили только первый этаж. Это большой подвал, хозяйственные постройки успели построить. Ты должен купить корову, там что есть. Денег тебе потом не придется тратить. Молоко свое, творог свой. Заводи пчел, мед свой. Скотина своя, мясо не покупать. Понимаете как? Но мы православные, у нас очень строго. Не просто так пришел, ушел. У нас торговли в храме нет. Каждый платит десятину и на этом все. Десятина от Бога, а торговля проклятая Богом. Выкинул. То есть у нас правило, женщина без платочка на улицу не выйдет. Все с бородами. Борода не прикасается нигде. Все с поясами. Вот у нас, как видите, поясок надетый. Какой он там, видно нет. То есть у нас определенные правила. Свой дресс-код, как называют. Но это все подтверждается из Писания. О поясе 109 раз говорится в Библии. А без пояса один раз. Только хулиган там распоясался, сарапсак. То есть вот конкретный вопрос. Они ничего не знают. Я начинаю преподавать. Дети беспризорники. Я образую детский лагерь. Государство не обращает внимания на сельское хозяйство. Мы образуем деревню. То есть я не теоретик. Практика. А это работа с утра до ночи. Вот в интернете там вот все это под патриархом мои выступления. А это я отвечаю на сайте 4124 вопроса. Это не просто вопросы. Это экономика, социология, работа, литература, положение в церкви, будущее мира. Я на все вопросы отвечаю по 4 параметрам. Библия, каноны, святые отцы, жития святых. Понимаете, это сколько надо. Я иногда на вопросы отвечаю десятки книг. И все ссылки в кавычке. Ссылки откуда взято. Таких ответов нету в мировой сети. Вообще нету нигде. Почему? Меня на это Бог избрал. Ой, как избрал? Об избрании. Вот Сталпавел говорит. Он избрал. Я знал, что в трехлетнем возрасте уже я знал, что меня Бог для чего-то ведет. А почему? Стремление к молитве, тайной молитве. Только поэтому определить можно, когда ты с Богом. И вот какой вопрос не казнись, практически, как мы в него войдем. Вот как? Как я могу дать туда тот талант, который Бог дал мне? Чтобы люди могли найти истинный путь. А он не найдет. Это его выбор. Но я скажу, у нас вот в общине все до одного крещены в полное погружение. Все до одного крещены сознательно. Как правило, это через занятия в университете, по радио. Три программы регулярно каждую неделю я вел. По эфирному времени я был первый в Алтайском крае. То есть вот... А у меня нет ни семинария, ни акадия. У меня ничего нет вообще. У меня есть любовь к Богу, к Святой Библии. Вот единственное, с чем я могу похвалиться моим Господом. Поэтому, если вы именно к этому стремитесь, о деревне, я вам все скину, вы просчитаете, то вы пришли в правильное место. Теперь речь идет о том, вас будут заливать грязью, помоями, за то, что вы со мной разговаривали. У меня врагов море, но друзей еще больше. Это Господь говорит, вы славу друг от друга принимаете, а славу от единого Бога не ищете. У меня этого нет. Почему написано 118-й Псалом, 113-й стих? «Вымысли человеческие ненавижу, а закон твой люблю». Закон люблю. У нас принято, как у православных, а то вот четкие молиться, не меньше семи раз в день. Три святой и сто поклонов. Это всем святым, Божьей Матерью, Ангелу-Хранителю. Ну и слава Богу, Господь. Да, поэтому молитва – это главное. Милостыня, пост. У нас строго соблюдаются посты православные. Я православный. Мне посты в детском лагере не нужны. Потому что пост Петров нельзя есть, а у меня там и сливки, и все я не могу дать. Но я православный. Одно дело я говорю, что они не евангельские. Другое дело, как исполнять. Я православный. Мы посты строжайше исполняем. Нет растительного масла, на столе его не будет. Мы должны показать. Тут дурить не надо. Я православный. Этим сказано все. Ко мне уже не надо подыскивать. Ну, дай Господь. Велика ваша награда, когда вас будут поносить. Это моя награда, венец. Конкретно. Говорят, вот евреи захватили все в стране. Я повторяю, не теоретик. Бороться надо с евреями, с жидами. Надо. А как? Словом Божьим. Молитвой. И вот ко мне привозят еврея. Полтора часа он побыл. Сейчас батюшка православный. Батюшка, еврей. Наум Израилевич. Теперь. А вот сотрудники КГБ, они везде. Надо бороться с КГБ. Надо бороться. Любовью. Следатель обращается, делается священником. А надо с мусульманами бороться. Надо. Как? Любовью. Вот у меня один ответ. Практика. И я вижу результаты. Как новые и новые люди приходят, находят Христа. И 53 года я людей направляю в московский патриархат. Ни одного никуда. И они воюют против меня. Когда я умру, тогда будут люди разбирать. Неужели это возможно было? Это в наш век. Я могу показать ни одного, ни два человека. Это явно. Батюшка, а скажите, пожалуйста, вот, допустим, те батюшки, священники, которые выходят, там, ну, рукополагаются, начинают служить в храмах. Как относятся, они, как относится наш московский патриархат? Вот их отношение к этим батюшкам. Потому что есть же там, допустим, смотрю передачи, там, есть батюшки, которые откровенно говорят, с этим мы не согласны. Но мы православные. Да, нас выгнаны, но мы остаемся православными. Как бы вот. Ну, я верую, что Господь все усмотрит и останется Божье. А не Божье оно, как бы так оно вот все. Все к этому идет. На нашем сайте, на нашем ютубе найдете все. Вот нам кто-то посоветовал. Почему вам не сделать такую рубрику ежедневную, что у вас в предыдущий день был? И люди эти, мы не можем, нам дети, говорит, настроили там, и вот они задали. А мне говорят, да это не таких людей, там, Колесниковым, Николая Ивановна. Это враги вам подкинули, чтобы вы отвлекались. А я вижу, хорошая тема. И сегодня мы поставили уже номер 67-й. То есть 67 дней назад нам подкинули, и каждый ролик больше часа. Я отвечаю десятки вопросов, которые поступили за день. Я их не выдумываю. Там видно люди и прочее-то. У меня нет выдуманного. Мы лжи как огня боимся. У нас этого нету. Поэтому берем то, что нам Бог дал. Представьте, 67-й ролик. Каждый день, это его, кто заходит, увидит. Это какая у нас почта. Вот каждый день сейчас на форумы заходят 6,5 тысячи человек. Ежедневно. Я должен ответить. На меня стали нападать, и в это время посещаемость форума увеличилась в 17 раз сразу. То есть эти, которые против, антирекламу. Это реклама. И они дали такую рекламу, о которой я даже не догадывался. И сейчас приходится буквально с утра до вечера отвечать людям. А потом утром мы подводим итог. Если будет у вас вопрос еще какой, милости просим. Да. Вот еще хотел как бы так, ну, немножечко, как и вопрос, или чтобы мне немножко так для себя, знаете, допустим, вот я смотрел вашу передачу и видел, что вот как бы вот общаясь там с баптистами, ну, с сектантами, с протестантами там, и это самое, как бы моё мнение и понятие, оно однозначное, конечно, потому что в наше время люди что хотят, то творят, что желают, не желают, говорят. И как бы, а человеческие наивные уши, они всегда открыты. Вот. И многие попадаются на это все. Ну, потом, конечно, дело кончается, как пришли, так и ушли. Вот. И это самое. Ну, не в этом дело, что вот о православии, допустим, общаясь вы с протестантами, вы уж больно так сильно уж, мне показалось, напираете против, ну, вот, что православие не то, оно не так. Это же такой хороший повод, это же для них свежее мясо, это свежая кровь, чтобы потом лелеять это все, слюня ведет за своими кафедрами, что вот смотрите, вот, смотрите, вот оно где, то есть наша человеческая правда, наше вот это сектантское откровение, якобы от Бога пришедшее, они этому возвышают как бы себя, унижая обратно же нашу тысячелетнюю Божию благодатную православную историю, церковь, храмы наших, всех святых божьих людей, всех наших подвижников, ведь это, ну, вот, как бы, я вот за это немножко переживаю и вот думаю, что здесь как бы вам такой, ну, не знаю, совет я не имею права давать, но чтобы вы немножечко как бы лучше поддержать, а Бог разберется, а вы свое дело делаете, понимаете, если сказано, что человеческое оно рассыпется, ветром сдуется, знаете, как в сказке «Три поросенки», вот, и самое, у кого кирпичный дом устоит, то есть то, что Божье, оно устоит все равно, и, ну, конечно, вижу, что вы практик, да, и как бы вот такое небольшое мое такое, как бы, это переживание, то есть у него лично. Отвечу вам, Алексей, слушайте внимательно, правда никогда от Христа не уводит. Почему сектанты так ко мне расположены? Потому что я ничего не скрываю. Вот меня Библия привлекла чем? Что она ничего не скрывает. Лот переспал за щелями. Зачем это писать? Ну, Давыд праведник, Давыд псалтыр написал. Зачем писать, что он прелюбодей и убийца? Вот это можно было бы... Нет, все написано. Это мне как раз показало, что Библия – это истина полная. Поэтому я о себе все говорю и нигде этого не скрываю. Священники, они приглаживают все это. Златоуст говорит, губкой гной размазывают, гной. Там резать уже, палить надо, паленым железом. Смотрите, Андрей Кураев пишет, какое лобби голубое, чем занимаются, какое крохоборство. Это бизнес от церкви. С одних крестиков 2000% прибыли. Понимаете? У нас от этого ничего нет. И поэтому я говорю смело, не запятанный этим. Так это оттолкнет людей. Ну, хорошо, я говорю. Ты говоришь, никого не отталкивает. Кто пришел? Ни одного. А я ему сразу показываю. Показываю людей. Новые и новые люди приходят из протестантов. Руководители протестантов. И делаются православными батюшками в моем доме. Результат показывает. Ну, дай Бог, это хорошо. Я говорю, да, в церкви нет православной церкви. У вас, у сектантов, вы трезвые, вы хорошие, но вы не церковь. У вас нет рукоположенного пастырства. Это еще большой вопрос. Там трезвые. Я так понимаю, что там в основном все пьяные ходят. Но я, к примеру, говорю, там что-то где-то. И поэтому у меня практик. Я на практике вижу, что нужно людям. Им нужен Христос. Христос. Ну, просто сегодня, вот в наше время, допустим, я вижу, что московский патриархат, он как никогда очень сильный наклон. Я думаю, в этом как бы ваш труд задействован. Он делает именно вот на такие литургии, богослужения, развитие чтения евангельские устраивает после богослужения воскресных, в среду, чаепития, вот это все. И народ идет. И вы знаете, просто на самом деле, богоизменение человека происходит. Вот реально, да, вот. Все мы немощные, все мы слабые. Я вижу, что сегодня многие батюшки читают это самое, разбор слова устраивают. Сами читают, поясняют народу, как бы. И это сегодня доступно в нашем мире, в Русской Православной Церкви. И я как бы за это радуюсь. Конечно, не везде. А вот вторая часть, половина, там, естественно, свои недостатки вот эти грубейшие есть. Но, как мы скажем, Бог с ними, вот. Разберется, и всех нас будет судить. И как бы, мало ли я грешник, меня звать никто, и никто я вообще в этой жизни. Или он большой, великий человек. Одинаково спросит Бог. И с меня, и с него. То есть, с меня за малое, что я малое не смог сдержать, с него за больше, что он больше не мог понести. Понимаете, вот как получается. А осуждены все будем, судимы, то есть им. А там уж Бог помился своей, уготовит нам. Кого, как бы, пожалеть, помиловать, как бы, это сам, поддержать даже. А кого-то возвысить даже и прославить во всем небе. Вот. Ну, это Богу угодно. И ему только известно. А мы люди вот так, как говорится, немощный, слабый. Вот, батюшка. Ну, да. Самым небощным, маленьким камушком, Господь воспользовался и сразил Галиафа. Да, да. И ракетами. Да. Видите, я недавно писал письмо президенту Путину и патриарху Кириллу, чтобы мне посодействовали пройти через Турцию, в Сирию, к Игиллу, которая сейчас там с ними воюет. У меня своя программа. Мы Турцию уже прошли, когда ехали с той стороны Черного моря. Нам известен народ удивительно трудолюбивый. Просто мне очень понравилось. Были там. Мы там 12 часов на верхотуре молились, когда русская мафия нас заблокировала и не могли ехать. Мы ехали, я в каждой библиотеке. Вот в Финляндии у вас, в столице вашей, там мои книги находятся. Честники, да. Все книги, 38 книг. В Дании, в королевских библиотеках. Я ехал, везде выступал в храмах. В Финляндии меня там игумен православный взял обо мне справку в патриархию московскую. И они благословили мою встречу с прихожанами в Финляндии. Но у нас в Швеции машина сильно поломалась, мотор полетел. И поэтому нас утащили на эвакуаторах. Мы сильно пострадали там через Литву и ушли в Калининград, отремонтировались и тогда обратно пошли. Но уже книги в Финляндии пришлось пересылать через Эстонию. Так что книги во всех странах, в Скандинавии мои есть во всех библиотеках. Я просто поставил себе задачу такую, то, что мне Господь позволил написать, я 9 лет не вылезал из-за компьютера. Больше 30 тысяч часов провел. 38 книг издал. Это не две книжки, не одна. И представьте, вдруг я решаю 90% книг, 90% отдаю бесплатно библиотеке мира. Книги имеют возрождающие действия. Если они в заключение попали, человек выходит другой, который считает. Священник, который был, он говорит, у меня такое чувство, будто бы я совершенно неверующий стал. Книги без пригляда к кому-либо, патриарх или кто-то, они написаны в пророческом духе. Это Бог это делает. Это не мое. Он мне повелел, я это сделал. Это все понимают, это невозможно. Еще немножечко я так скажу, что я так думаю, я так думаю, как бы я это вижу. Я ошибаюсь или что, но я так думаю, что, допустим, вы же давно работаете с этим. Это же, как я вот слышал от вас, вот передать, что с 60 какого-то года уже, как бы, ваш труд, он действительно такой практический в русско-православной церкви. Вот вы как бы это все, ну, сеете, сеете, сеете. И вот сегодня же, допустим, ну, я вот простой прихожанин, мирянин, я вижу, что православная церковь, она уже во многих и во многих вопросах просто превосходит. Всякие протестантские эти секты, она просто превосходит их, вот именно тому, что изучают Евангелие, Библии. Сегодня хорошие проповеди звучат на литургиях, на воскресных богослужениях, в личных беседах, составляются там в среду, по четвергам, ну, когда, где и как. То есть труд, он очень идет и массово, как бы, распространяется в нашей русской православной церкви. Ну, и я думаю, что вот это, как бы, гонение, как бы, на вас, вот это давление, можно так сказать, тяжелое, да, ну, как сказать, для того, чтобы ваш труд, ваш труд, он набирал свои обороты, возможно, свою силу, что он, что он действительный ваш труд, что на самом деле, ну, если вы так давно трудитесь, я думаю, что видите, какие изменения и перемены происходят на наших глазах в православном мире вообще, во всем мире. Вот, это хорошо, видите, потому что, как вы говорите раньше, люди не знают, что такое Библия вообще, вот, потому что, а до этого, так я думаю, люди и читать, и писать не умели раньше, как сложно было на службе, поэтому батюшкам старалось, приходилось, вот, как бы, излагать то, в чем они были научны, народ, вот, и, слава Богу, что вера-то сохранилась, и все это действует, действует, то есть, как бы, труд идет, я думаю, что и патриарх наш, святейший батюшка Кирилл тоже это, наверное, читал ваши труды, ознакомливался, и много пользы извлекли из этого, и сегодня это, как бы, доступно. Для православного народа в России, это очень хорошо, мне это нравится. Видите, мне приходится комментировать, то есть, сейчас папа встречался с патриархом, на патриарха такие нападки, он то другое, я внимательно смотрю, и я не вижу ничего того, что он сделал то, что было бы во вред нам. Да как так, мы же патриарха обличали и говорили, да, я обличал, говорил, где он неправильно, что он там с колдунами знался в Кандерре, но здесь ничего не было, за закрытыми дверями я разговариваю, и нету материала-то нету, а то, что было, поздоровался папа, ну и что, что нам во вражде надо быть, он к миру призывает. Конечно, да, к миру, к миру призывает. Патриарх-то выглядит, по сравнению с папой-то, смотри он как выглядит, насколько лучше. Ну конечно, конечно, конечно. Мы сейчас прощаемся, если у вас будет желание, будут вопросы, если вас не залит до конца грязью, то через две недели примерно можете заходить. Я примерно такой регламент оставляю, у меня просто времени нету. Ну я еще с вами тоже попрощаюсь и попрошу вас молиться также за меня, за мою супругу, за моих детей, у меня их пятеро. Четыре дочки, один сын, я вам там написал, молитесь за них, прошу, пожалуйста, чтобы все мы покоились в мире Божьем, в радости, чтобы Бог хранил нас и берег от всякой нечистоты, греха, злых, лукавых людей, чтобы мы жили вот в Божьем мире, чтобы здоровье было, чтобы пользу приносили этой земле. Если вот у вас будет такое искреннее большое желание переехать для воспитания детей в Потеряевку, вы мне напишите. То есть вы подходящая и молод, вам сколько лет? Ну мне 38 лет. 38 лет. Дети у вас есть, то есть если жена согласна и проще, то... Ну вы, но видите, мои дети, как бы я, как вам сказать, ну это в следующей беседе. Ну да, я вам просто сказал на будущее. То есть вы по параметрам, по этим, вполне подходите. А с ними мы сразу отвечаем, нет, ты не подходишь, разговаривать не о чем. Так, все, до свидания. Всего доброго, с Богом. Всего доброго, всего хорошего. Сегодня у нас 17 февраля 16-го года. Первое отлично. С Богом. Спасибо, Господи. Я спросил вас фамилия-то как? Мерзляков. Алексей. Как? Мерзляков. Мерзляков у нас в дереве были такие. Ну вот, это тоже знаменитая фамилия, так что слава Богу. С Богом отошел. С Богом. С Богом. Быстро отключается, когда это хорошо, прям сразу. Я люблю это.